Всем привет! Это Союз Гер Ньюз. Новости о музыкальном железе, технологиях и обо всем, что с ними связано. Компания Spotify тестирует платформу образовательных видеокурсов для производства музыки. Уточняется, что проект реализуется совместно с известными платформами, такими как BBC Maestro, Play Virtuoso, а также Skillshare и ThinkFig. Видеокурсы пока доступны только пользователям в Великобритании, но в случае успеха эксперимента образовательная платформа станет доступна и в других странах. Уточняется, что видеоуроки разделены на четыре темы. Создание музыки, создание креатива, обучение бизнесу и здоровый образ жизни. Уточняется, что направление «Здоровый образ жизни» для музыкантов будет преподавать сам Оззи Осборн. Уже ведутся переговоры. Стоимость курсов начинается от 15 фунтов стерлингов. А ведь не так давно руководитель компании Spotify Дэниел Эгг говорил, что стоимость производства музыки приблизительно равна нулю. Ну, получается, прям не совсем равна нулю. Как минимум 15 фунтов стерлингов. Компания AGH Synth представила синтезатор, созданный специально для легендарного композитора Ханса Циммера. Его стоимость — 15 тысяч фунтов стерлингов. Отмечается, что инструмент создан по специальному заказу композитора и представлен, ну, конечно же, в единственном экземпляре. В компании-производителе называют свой продукт ультимативной модульной аналоговой системой. А самим Циммером проект воспринимается как некого рода музей и возвращение исторической площадки. Инструмент объединяет 48 модулей, созданных инженерами вручную. Презентация синтезатора ожидается на открытии площадки BBC Radio Phonic Workshop до конца этого года. Получается, что и для легендарного композитора Ханса Циммера, автора музыки к таким известным фильмам, как «Пираты Карибского моря», «Интерстеллар» и «Начало», создание музыки тоже не бесплатно. Ну, как минимум 15 тысяч фунтов стерлингов. Яндекс тестирует воспроизведение музыки в новом формате «Lossless» в своем приложении «Яндекс.Музыка». Теперь в приложении вместо кнопки выбора качества звука появится отдельное меню. Меню создано для выбора формата воспроизведения. Пользователям будут доступны три опции – оптимальная NQ, высокая HQ и максимальная HQ+. Последняя функция, к слову, активирует звук без потерь как раз в формате «Lossless». Неизвестно, будет ли доступно максимальное качество звука всем пользователям «Яндекс.Музыки». А если и будет доступно, то наверняка по платной подписке. Получается, что и в этом случае стоимость музыки совсем не равна нулю. Это были «Союз Гир Ньюз». Новости, которые всегда звучат качественно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова